Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и странных моментах на церемонии коронации Карла III. 6 мая 2023 года состоялась коронация нового монарха Великобритании принца Чарльза, принявшего тронное имя Карла III. На церемонию были приглашены высокопоставленные гости более чем из 200 стран. Торжественная процессия прошла от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, где новоиспеченный монарх поклялся править в соответствии с христианской верой и произнес специально написанную для него молитву. Несмотря на то, что церемония проходила в соответствии со строгим регламентом, во время нее было множество странных и символичных моментов. Многие из них могут иметь оккультный подтекст и намекать на возможные события будущего. Символизм церемонии начинается с даты ее проведения. Формально принц Чарльз вступил на престол сразу же после смерти королевы Елизаветы II. 10 сентября 2022 года Совет Престола Наследия провозгласил его королем Великобритании. Официальная же церемония коронации была назначена именно на 6 мая 2023 года. Число 6 является одним из кодов системы, активно используемым иллюминатами. Что интересно, церемония состоялась спустя ровно 6 месяцев, 6 недель и 6 дней после похорон Елизаветы II, которые прошли 19 сентября 2022 года. Таким образом был использован код трех шестерок, имеющий для адептов культа особое значение. Еще один символизм связан с датой смерти королевы. От 8 сентября 2022 года до даты коронации Чарльза прошло ровно 240 дней. При этом новоиспеченный монарх является сороковым по счету. При умножении же 40 на 6 мы получаем именно 240. Помимо всего прочего, 6 мая приходится на окончание так называемого коридора затмений. Это период между солнечным и лунным затмениями, последний из которых проходила как раз накануне коронации Карла III. При просмотре церемонии коронации в первую очередь в глаза бросается оформление зала Вестминстерского аббатства. Его пол был устелен коврами голубого и желтого цветов, соответствующих расцветке украинского флага. С учетом нынешней обстановки в мире, этот факт приобретает особый символизм. С одной стороны, мы видим, что украинский флаг используется в качестве подстилки под ногами представителей мировых элит. То есть эту страну они используют в своих интересах, растаптывая ее и вытирая об нее ноги. С другой стороны, это может быть прямым намеком на то, что на самом деле за конфликтом на территории Украины стоит мировое правительство во главе с королевской семьей. Еще одним символичным моментом коронации, связанным с цветами украинского флага, стали наряды жены и внучки президента США Джо Байдена. Этим жестом в очередной раз была подчеркнута причастность Америки к текущим событиям в мире. Наряды многих других гостей также были подобраны не случайно. К примеру, американская певица Кэти Перри надела на себя ожерелье в виде глаза, символа всевидящего ока. У многих женщин на голове были широкополые шляпы, дающие отсылку к культу Сатурна, связанному с поклонением дьяволу. При этом они прикрывали один глаз, подчеркивая символизм всевидящего ока. Не обошлась церемония коронации Карла Третьего и без несчастных случаев. Так, черная лошадь, участвовавшая в торжественном шествии, неожиданно свернула с линий марша и встала на дыбы. Она чуть не столкнулась с всадником королевского двора, всего в десяти метрах от золотой государственной кареты, в которой ехал новоиспеченный монарх. Лошадь начала пятиться назад и врезалась в ограждение, за которым стояли зрители. В результате инцидента пострадал офицер лондонской полиции. Женщина уходила с места происшествия, хромая на одну ногу. Подобное неповиновение лошади опять-таки было списано на случайность. Однако данный эпизод мог быть спланированным и заключать в себе определенный символизм. Черный цвет коня соответствует третьему всаднику апокалипсиса, несущему голод. Тот факт, что он врезался в толпу людей, может означать, что простому народу в скором времени придется столкнуться с голодом. Форс-мажорными моментами церемонии можно назвать падение в обморок солдатов Королевской гвардии. Сразу несколько мужчин рухнули на землю лицом вниз, после чего их утащили сослуживцы. Что интересно, падением в обморок сопровождались и похороны Елизаветы II. Тогда это произошло со служащим караула в Вестминстерском дворце во время поминальной службы. Спустя две недели после похорон 18-летний солдат умер, а его тело обнаружили в казармах Гайдпарка в центре Лондона. Обмороки солдат на официальных церемониях происходят довольно часто. Они могут также иметь оккультный характер и намекать на трагические события ближайшего будущего. Одним из самых жутких моментов коронации Карла III, на который обратили внимание даже далекие от знания символики люди, стало появление в проходе Вестминстерского аббатства странного персонажа. Это была человеческая фигура в черном балахоне, держащий в руках длинный предмет, похожий на посох. Его образ дает прямые отсылки к мрачному жнецу. Мрачный жнец – это олицетворение смерти, широко популяризированное во времена черной чумы. Смерть сильно тяготила умы европейцев, понесших за это время неисчислимой потери. Собирая души мертвых своей косой, мрачный жнец был существом, которое вселяло страх в сердца граждан, пытающихся выжить среди массового мора. По официальной версии, которую обнародовали лишь спустя несколько дней после церемонии коронации, человек в балахоне был церковным служителем аббатства. Он якобы не является членом духовенства, но при этом помогает во время проведения служб и даже периодически носит жезл перед епископом или священником. В кадре же он, по словам представителей королевской семьи, появился совершенно случайно. Однако очевидно, что мероприятия подобного уровня распланированы до мелочей, а потому случайности здесь быть просто не может. Мрачный жнец на церемонии коронации имеет вполне конкретный символизм. В сочетании с ковровой дорожкой цветов украинского флага он может означать массовые смерти и огромные потери на территории этой страны. Кроме того, смерть с косой дает отсылку к четвертому всаднику апокалипсиса, приближению которого всячески способствуют иллюминаты. Особого внимания заслуживает коронационное кресло, на котором сидел Карл III во время возложения короны. Верхняя его часть выполнена в виде главного символа иллюминатов – пирамиды. Под сидением же находился артефакт под названием «Камень судьбы» или «Скунский камень». Он используется в обрядах коронации британских монархов на протяжении восьми веков. По одной из версий, некогда он служил в качестве алтаря во время оккультных магических обрядов. В момент возложения короны на голову Карла III произошел очередной символичный казус. С первого раза архиепископу Кентерберийскому не удалось напялить корону на голову новоиспеченного монарха. Испугавшись, что символ власти упадет на пол, священнослужитель снял корону с головы и повторил попытку. Ему даже пришлось слегка присесть и убедиться, что головной убор не спадет. Все это является дурной приметой, сулящей неприятности. Таким образом, церемония коронации Карла III сопровождалась странными и символичными моментами. Мрачный жнец на фоне украинского флага, взбесившаяся лошадь и падающие солдаты могут намекать на массовые смерти и потери среди простых людей. В прямом эфире за процессией наблюдали миллионы зрителей, большинство из которых положительно относились ко всему показанному. Тем самым они давали свои согласия на завуалированные негативные сценарии, притягивая их в нашу реальность. Мы же отвергаем эти планы и запрещаем их реализацию. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!